что в зону их отверстий превратился весь мир несмотря на это решение там есть Канада, Новая Зеландия, Австралия вы если захочете, великобритайте вот с ними там не играйте они здесь ни при чем у нас есть своя зона отверстий тем более мы уже ради вас с Россией на Украине так что уволите теперь тем самым в нынешней декларации заключительной итоговой декларации саммита четко и ясно написано что Иринает Петальцев если у вас там сказано что там написано и что уже является все это дело в облечет вот здесь позволь пожалуйста два слова вставить вот для меня это абсолютно не было сюрпризом ты все правильно рассказал предысторию но для меня перелом произошел раньше когда примерно с осени с конца прошлого начало этого года многократно прямые функционеры американские на территории Европы такие как Урсула фон дер Ляйен этот самый Боррель еще там проговорили многократно фактически стремление к восстановлению военных отношений в сторону направленных в сторону Китая и никто из европейских лидеров не возразил ни один вот для меня уже так сказать в январе и феврале этого года вопрос представлялся решен я это говорил публично заставят сначала вести экономическую войну а потом и базы и вооружение и все остальное извините что прервал да я просто согласен вы говорите о том что в конце степени давни были свои европейские но ради того что им было надо начиная еще от размещения европейской летальности в Европе в 70-е и 80-е годы прошлого лета и заканчивая любыми действиями сейчас в том числе и действиями на Украине в том числе и террористскими санкциями в том числе и отказом от северных потоков и тому такому что они своего в Европе добьются но есть один момент до тех пор пока что-то не произошло всегда есть шанс что оно и не произойдет это правда но сейчас на саммите была поставлена точка Европа продиктовала свою вовлеченность в эту книгу новую программу Европа которая своей вовлеченностью в политическом дипломатическом экономическом плане ведь опять и Китай и так если Китаю там допустим французские подводные лодки значит которые заняты дежурством в Атринка значит в Китае проблемы с американским проблемы с европейским и китайская экономика которая и так не очень хорошо себя чувствует сейчас и знаю работу его экономики это работа над внешним понятием понятность Европа как обычно тянет время по принципу а там ну вот или дешак или наследим или подешат да что-нибудь произойдет и не просто делать у меня на такую возможность постоянно говорят это то есть это один из вариантов развития событий который движет на столе а то американцы смогли консолидировать свои силы да консолидировать на Пенляндии и на Минипальная Швеция и это давало возможность нашему фронту хотя бы как-то разворачиваться и так маневрировать на эти странства то есть один из вариантов